Как артисту оставаться успешным в мире стримов, подкастов и тиктока, когда алгоритмы соцсетей влияют на популярность больше, чем все остальное? Ответ прост. Нужно создать практически религиозный культ имени самого себя. Именно так и сделал Playboy Carty. Сейчас он мессия нового звука со своим ближайшим кругом, артистами его лейбла Opium. Не выпуская ничего, он остается в центре внимания. Синглы к его новому альбому Music не залиты на площадке, а распространяются сливами и перезаливами. И каждый его мув декодится его фан-сообщество. А его музлом вдохновляются вообще все подряд, и кто-то даже не ограничивается только музыкой. И одна из причин появления этого ролика в том, что я сам захотел разобраться в звучании Playboy Carty и деконструировать его для вас. Так что в этом видео я расковыряю один из вариантов звучания Playboy Carty на примере трека. И основа музыки в нем это сочетание развернутых синтов, каких-то текстур и электрогитар. И все это замешано в такую однородную кожу, что из этого отдельный инструмент вытащить слухом просто невозможно. А в драмке главную роль вообще играет Open Head, ну и у снэров немного кривой пар, то есть он со смещением играет. А в басе половина трека это 808-й, и половина трека это Aris Bass. И на мой взгляд самым главным приколом этого быта является его дикая энергия, которую я и постараюсь повторить. И ставь лайк видосу, если твоя энергия тоже в меру дикая, посмотрим сколько нас. Итак, месивые и развернутые синты. В целом подойдет все что угодно, это может быть Denology, Analog Club или Serum. Например, какой-то вот такой звук из вот этого пака. И в большинстве паков для Glitchcore, Hyperpop или Opium подобные звуки естественно есть. Мелодия должна быть супер простой и трехнотной, и самое главное использовать какие-то полутона. Я взял F-sharp минор, тут у нас есть вот здесь полутона и вот здесь полутона. То есть ноты, которые входят в Scale и находятся супер близко друг к другу. То есть ноту повыше и полутона. Напишите в плейбою карте, у меня есть для него гениальный бит. Естественно, на этом мы не можем остановиться, так что нам нужно иногда делать вот так. То есть верхнюю ноту меняем и полутона остается на своих местах всегда. И вторым этапом понадобится пэт. Его можно взять в Analog Club, в каком-нибудь из саундбанков. Вот какой-то такой супер базовый пэт. И у кого-то на YouTube я подсмотрел прикольный интервальчик. Покажу его на FL Kiss, чтобы было понятнее. Вот наш F-sharp минор стандартный аккорд. И мы убираем вот эту среднюю нотку, которая терция, и оставляем квинту. И к квинте добавляем шажочек наверху. На фортепиано это звучит не так прикольно. Но на пэде это звучит отлично. И навалим какую-нибудь еще одну нотку дополнительную. Если вы помните, нам нужно месиво, так что нам нужен серым еще один. И какой-нибудь... Какой-то вот такой лид, который будет играть просто... Типа вот так. Главное, чтобы эти два лида не сливались между собой полностью. И, наверное, мы переделаем партию, потому что у нас и первый, и второй лид спускаются. А я хочу, чтобы один поднимался. Ту-ду-ду-ду-ду. Сплошные полутона. Вот здесь полутона, и здесь полутона. Да. Напоминаю, что нам нужно месиво, а не симфония. Так что это окей. Иногда можно делать что-то типа... Все это чуть-чуть продлеваем до глайда. На каждый звук я накинул по чуть-чуть OTT. И вот такое месиво получилось. Остался вопрос, что с ним делать? Конечно же, за-ре-сэмплить Ctrl-Alt-C. Так в чем же его прикол? Ну, на самом деле, шарящим за плейбою карте пояснять этого не надо, а вот для таких, как я, давайте соберем кратенькую справку. Этот молодой человек 1996 года рождения, в отличие от фары, не женился на ведьме, а сам решил стать клубуном. Я ведьмак. И накастовал в прошлом альбоме такого, что до сих пор непонятно, это гениальная работа, опередившая время, или просто тупое гад. Однако, это не мешает всей индустрии аккуратно адаптировать то, что карте использовала на Hall of the Red. Например, не факт, что без плейбоя карте появился бы Yeet, и появился бы вот этот целый Yeet-type beat, как явление. Да и то, что эксклюзивным продюсером Hall of the Red был Канье, уже говорит, что в нем что-то точно есть, и этого чего-то хватило на создание целого культа. А после и лейбла Opium, артиста которого нехило так раскачивают всю индустрию. Конечно, одеваться как металлиста из России нулевых годов, подводить глаза, танцевать на сцене под плюс и снимать промо на телефон, придумал не плейбой карте. Но для него это так органично, что сам собой возник орел загадочности вокруг всего, что карте делает. Ну то есть, если фараон, например, удаляет все посты из инсты, то старый долбанулся. А если карте удаляет все посты из инсты, то это знак, нас ждет что-то великое. Ну, конечно, все это на просе, и без реально свежей музыки ценность такого образа очень быстро бы сдулась. Но то, как плейбой создает промо на ровном месте, вызывает большое уважение. И остается только верить, что за всем этим интересным промо будет такой же интересный и новаторский альбом с крутым звуком. Вначале какая-то дурацкая пауза, поэтому я ресемплю всегда чуть-чуть больше, чем нужно. Разворачиваем. Стало ли это принципиально интереснее? Ну, немножко да. Да, но если еще в моде поставить стретч, первую половину замейкюничать и опустить ее на 300 центов, то... А если еще накинуть халфтайм... Уже звучит как развернутая текстурная месива. И следующим этапом на это все накидываем портал. У меня тут целая гора пресетов, так что каждый раз я, когда в паке нахожу что-то прикольное, я отмечаю его всегда звездочкой. Так что первым делом я всегда иду в папку фейворит, в котором все вот эти звездочки проставлены. Например... Вот это подходит. А если ты хочешь получить весь этот гигантский пак пресетов для портал, то ставь видосу лайк и напиши в комментариях, почему Kai Angel и Nine Mines круче, чем плейбой карты. И через неделю я прочекаю все комментарии под этим видосом, выберу самый прикольный и вышлю трофей победителю. А для остальных, ну, вы знаете, где брать подобные штуки в гугле. А итоги этого конкурса я подведу у себя в телеграм-канале, к слову, вот комментарий победителя прошлого конкурса про нейросети. Так вот, пресеты. Не обязательно использовать только один пресет, можно выставить его там типа процентов на 25, на 30, подкинуть еще один портал, выбрать в нем тоже что-нибудь прикольное. Например, вот это. Да? И тоже поставить процентов 30. И вот это уже текстурно и прикольно звучит. Еще для таких приколов классно работают артурьевские фильтры типа вот этого. Это такой фильтр-секвенсор, я его подсмотрел у кого-то в видосе тоже. Тут есть прикольные пресеты. Вот этот подходит, наверное, больше всего для этого звука. Вообще, Артурия делает просто топовые плагины и... Медюхи, пришлите мне, пожалуйста, еще что-нибудь. И вот сейчас текстура более-менее собралась, осталось добавить буквально пару элементов, в том числе и гитары. Начнем с аккордов, которые вначале буду делать... Я уж их возьму на сплайсе. А именно вот этот нужно подогнать его под наш темп. Только я хочу, чтобы было... А не просто... То есть вот так делаем. Но ему явно не хватает перегруза, так что декапитатор, в котором мы просто делаем вот так... По-моему, подходит. В нем есть какая-то сайд-составляющая, так что можем сейв-баса подкрутить и немножко расширить его. И немножко убавить. Вот так отлично. Ну и как обычно, напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу FL Studio от Адая, который отлично подойдет даже новичкам. То есть даже если ты ни разу не открывал FL Studio, по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит. Видеокурс стоит 4290 рублей и прямо сейчас я работаю над большим дополнением, которое будет полностью бесплатно для тех, кто покупал данную версию курса, но после его выхода цена чуть-чуть поднимется. А узнать подробнее о видеокурсе или его заказать можно у меня. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео и в закрепленном комментарии. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. И нужна какая-то ответная часть гитары, типа... Типа там что-то такое тоже в треке есть. Контакт Илья Ефимов, TC. Но не похоже на дисторшн гитару, правда? И эту ситуацию точно так же исправит декабитатор, только надо паниш еще включить. И вот так... Вот это подходящий звук, я считаю. На три полутона ниже, чем F-шарп, это у нас D-шарп. Так что пропишем мелодию в нем. И она будет у нас на триолях, то есть на триплетах, то есть на третях. Вот, короче, на одна третья степ. А давайте повыше еще. Да-да-да, то, что нужно. И начнется вторая половина этой мелодии с... То есть тут-то-то-то вниз, и потом вверх, и потом снова вниз. Вот так. Да-да, вот так вот лучше. Теперь дублируем это на следующие четыре такта, и вот это поднимаем на три полутона. И сюда, в общем-то, тоже можно пихнуть портал. Нет? Ну вот это что-то типа простого дилея, но... Мне кажется, максимально органично тут это звучит. А если мы еще попробуем... Вообще, перед всем вот этим поставить half-time... Вот так, по-моему, уже супер текстурно. То есть именно там месиво, которое я хотел получить. И сейчас накинем драмочки, чтобы потом накинуть еще пару текстурных звуков. Потому что текстурных звуков не бывает слишком много. Драмки я возьму из вот этого дрампака. Первым пропишем кривой снар. Типа... Как... Практически как дриловый. Вот так, например. Я сделал его таким, чтобы он не ломал ритм, но при этом был со смещением. Хик тоже сделаем каким-нибудь кривоватым. Типа вот так и вот так. Нет, это слишком дрил уже получается. Пусть будет лучше вот так. Ну, это типа не прям один в один, как у карти, но вот по образу и подобию. Ну и закрытый хэд. У него он, как правило, обычный, типа... Можно добавить пару пробежочек, типа вот так вот. OpenHead Crash. И какой-нибудь вот такой OpenHead еще. Если бы мы сделали паттерн, как на китамине, то все вообще было бы слишком криво. Ну и раз уж ты досмотрел вот до этого места, то предлагаю тебе прямо сейчас подписаться на канал. Ведь видос-то тебя чем-то зацепил, так что подпишись прямо сейчас. А мы продолжаем. 808-й я пропишу просто по кику. А-шарп звучит лучше, чем D-шарп. И вот эти сдвоенные нотки первые оставим наверху, а остальные спустим на октаву вниз. С С сделаем точно так же. То есть типа в начале каждых двух тактов будет ту-дун-ту-дун наверху. На мастере, кстати, SoftClipper решил попробовать вместо NewFamily Saturated для этого бита. По-моему, прикольно звучит. Теперь можно добавить еще одну текстурку. Да, текстурок не бывает много. На этот раз я имею в виду звук, который уже сам по себе текстура. Так что для таких звуков отлично подходит Omnisfair. Пока подходит не отлично, но у меня есть и пара идеек. Под парой идеек я, конечно, имею в виду пару порталов. И добить это все можно будет очередным артуриевским фильтром. И мне нравится здесь пресет Edding Dirty Movement. Так сказать, добавим грязного движа. Звучит как жесткая текстура. Удлиним в два раза все это дело, чтобы заресэмплить. И, конечно же, развернуть. Вот слышите? Он немного мимо метронома бьет. Надо подстроить под метроном. Можно им обоим сделать немного фейд-ин и немножко фейд-аута. Ну и, конечно, поменять местами, потому что те же их развернули. И поставить в моде стретч и поднять на октаву. То есть в рейнже ставим 12, поднимаем. И чтобы сделать его более акцентным. И вот он стал частью текстуры. Еще в треке Ketamine есть прикольная штука. Это гитара. Супер перегруженная гитара, которая размазана до состояния пэда. Сейчас именно это и повторим. Возможно, это, конечно, уже перебор. Но снова TC от Ильи Ефимбова. Пока это даже близко не похоже на пэд. А если вот так? Ну а естественно, 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 портал. Вот это похоже на пэд. Только стало слишком глухо. Только вся вот эта нижняя его часть нам вообще, вообще, вообще не нужна. А чтобы он лучше пробивался из всего, нам нужен Озон и Майджер. С какой-нибудь жесткой настройкой, типа вот так вот. Да. По-моему, получилось то, что нужно. Этот луп отдельно я положу у себя в Телеграм-канале. А если тебе нужны биты, то чекай мою группу ВК. Ссылка будет в описании. Новый пак битов уже на днях. Ну теперь осталось сделать чуть-чуть структуры и бит готов. И структура тоже готова. И самое время написать в комментах, что это не совсем тайп на кетамин, но тоже получилось в духе плейбоя карте. Ну и поставь лайк видосу, если зашел в бит или понравилось видео. Вновь напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в FL Studio. Подробнее у меня. Ссылка на меня в описании и в закрепленном комментарии. И подпишись на канал, если ты этого еще не сделал. А на этом у меня все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok